На зарядку становись. Своё утро воспитанники из детских садов начали с лёгкой весёлой разминки. Ведь впереди у ребят ответственные старты – городские спортивные соревнования малыша Ада. Мероприятие прошло в два этапа. Полуфинал провели на базе детских садов. Из 15 команд, 5 лучших вышли в финал, который состоялся в спорткомплексе «Юниор». Состязания состояли из двух частей. Сначала команды участвовали в весёлых эстафетах, где нужно было проявить ловкость, быстроту, сноровку, меткость и слаженную работу команды. Маленьких спортсменов поддерживали согруппники, воспитатели, инструкторы по физической культуре и родители. Вторая часть малыша Ады – сдача нормативов ГТО. В этом году внесены изменения в саму структуру программы фестиваля. Мы внесли несколько нормативов ГТО, потому что сейчас это очень важно, это необходимо, это является очень актуальным. Поэтому дети, уже приезжая в город Первомайск, представляя нас на областных соревнованиях, они уже знают, какие будут проходить нормативы, какие нужно сдавать нормативы уже на области. Участники прыгали в длину, делали наклоны и поднятие туловища из положения лёжа на спине. Пока подводили итоги малыша Ады, в эстафетах попробовали свои силы запасные игроки. Также зрителям воспитанники детского сада подготовили творческий номер. Первое место в соревнованиях занял детский сад номер 9. Надо было разложить кубики в облач, а потом их собрать. Если кубик вылетает, это штрафной бал. Ну, может быть, у нас всё получилось, но всё равно хорошо. На соревнованиях нам было очень здорово. Почему вам удалось сегодня победить в вашей команде? Как считаете? Потому что Маша тридцать с чем-то сделала на прессе. Потому что наша команда делала всё быстро. Команда 9-го детского сада теперь будет представлять Саров на областных соревнованиях в Первомайске весной. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.